Историческое решение сегодня приняли в Верховной Раде. Нардепы разрешили трансплантацию органов после смерти, если есть прижизненное согласие донора. Такое решение позволит сохранить десятки жизней и обеспечит прорыв в медицине. Как голосовали депутаты, какие аргументы звучали и что еще сегодня приняли в здании под куполом, обо всем далее в материале. Крестиком, бисером и гладью белые, синие и черные парламент сегодня радует глаз. Нардепы не упустили возможность надеть свои вышиванки. Это подарок. И подарок, который я просто отримала с великой вдячностью, потому что я действительно хотела, чтобы это была сукня. Я все-таки брала в этом году стреманную, отчизненную, не дизайнерскую, фабричную, обычную вышиванку. В таком же едином порыве Нардепы сегодня и законы принимали. Первым делом документ, который не успели рассмотреть вчера, законопроект о трансплантации, который дает право украинцам самостоятельно решать, готовы ли они стать донором органов после смерти. В соответствии с этим закону планируется объединение Украины в международные мережи, чтобы украинские граждане, те, которые потребуют трансплантации, могли отримать и помощь от международной сообщества. В Украине каждый день умирает 10 людей через отсутствие органов для пересадки. Только одницы получают шанс на операцию с трансплантацией. Лекарь на сегодня без силы наши, профессори, через то, что у них связаны руки законодавчо. И государство должна втрутиться в этот процесс. Наши медики не один раз уже демонстрировали, что могут и умеют проводить операции по пересадке сердца или нерки, или другому органу, не лучше, чем за кордоном. До меня звернулася родина оцей девчонки, Харкевьянки, девятиричную Полину Дубовую. Она ждала 4 года на пересадку сердца, но не дочекалася. Будь ласка, все фракции, все депутатские группы, поддержите этот закон. Против принятия закона выступили радикалы и оппозиционный блок. Чи сегодня есть проблема изменять ситуацию с трансплантологией? Есть. Но я вас спрашиваю, в какой цивилизированной стране запускается законопроект про трансплантацию, когда идет война, когда идут боевые действия, и когда не только умирают люди, они и пропадают без визии. И мы требуем, чтобы этот закон начался действовать после завершения боевых действий и войны. Нас не понимали и не слышали, поэтому данный законопроект мы не поддерживать не будем. Команда радикальной партии пропонует реальный план, не профанация, которую сейчас занимается влада, в том числе и протягивая вот такие законы, а реальные, конкретные решения, спрямованные на то, чтобы миллионы людей могли купить леки, могли полюкуваться и врятовать свое життя. Звольнение от ПДВ, контроль за ценноутворением, обмежение рентабельности, криминальная ответственность за фальсификацию леков. Вот что требует украинцам. Тем не менее, у нардепов хватило голосов на принятие документа в целом. Принятие следующего документа в сессионном зале ждет и глава Госбюро расследований. Когда парламент создавал этот орган, то нардепы не учли, как набирать детектива. Поэтому сегодня пришлось технически урегулировать процедуру. Это будет безпрецедентный следственный орган. Я напоминаю, что до него переходят следственные функции не только прокуратуры, а и многих других правоохранных органов. Он будет рассматривать дела о коррупции в Национальном антикорупционном бюро и в антикорупционном прокуратуре. В законопроектах, которые были приняты, вкрылись позиции, которые не позволяют повноценно запустить Державное бюро расследований в частине детективов, их призначения и выполнения ними функций. В первом чтении документ приняли и решили по сокращенной процедуре подготовить его ко второму. За основу нардепа проголосовали и президентский закон о валюте. Смотреть, как принимают этот документ, пришел даже глава Нацбанка Яков Смолей. Законопроект призван снять ряд валютных ограничений и сделать операции более свободными. Инвестование за кордон в рамках лимитов больше не будет вымагать индивидуальных лицензий. Вместо валютного контроля для операций на сумму понад 150 тысяч гривен предпочитается валютный нагляд. Операции до 150 тысяч гривен не подлежат ему нагляду взагалі. Не буде потрібна реєстрація кредитів від нерезидентів. Однією з ключових новел законопроекту є скасування санкцій. Мова йде про скасування такої санкції, як зупинення зовнішньої економічної діяльності і втрата ліцензії. 250 ти за. Рішення прийнято. Якщо законодательна робота у Нардепа сьогодні получилась на ура, то с кадрами не сложилось. До центра збіркома так і не дошли. Просто йдуть банальні торги за посади. Це агитно, тому що центральна виборча комісія, орган, який повинен приймати рішення і затверджувати вибори, він практично перетворюється в таку президентську контору. А це дуже погано для демократії в країні. Вибори повинні бути чесними. Ви знаєте, що зараз йде дискусія по виборах, тому що мажоритарна система перетворилася в банальну скупку голосів. І ми підтримали в першому читанні закон, який надає можливість обирати по відкритим партийним спискам. Цей закон пройшов перше читання. Він, до речі, авторство спікера парламента. І декілька разів я його питав, чому він не вносив його на друге читання. Вони розповідають, що багато правок. Ми кажемо, давайте вносити і приймати цей закон. Насправді для країни важніше і для людей важніше приняте закон о трансплантології, ніж состав ЦВК, який волнує тільки, извините, ту мішпуху, яка тут на Печерській знаходиться. Тому що буде в країні новий ЦВК, в цьому немає сомнений. Произгаде це сьогодні чи через кілька недель, це не так принципіально важливо. Згідно з резолюціями парламентської асамблеї Ради Європи, навіть не у складі кандидатів до ЦВК, а у складі ЦВК повинні бути представники всіх політичних фракцій, представлених у парламенті. Ми третє повеличення фракції в парламенті. І ми требуємо, щоб наші інтереси були учтені, і наші представители з контрольними функціями входили в состав Центральної збирателі комісії. Ісходя з кількостю депутатів нашої фракції, ми предложили двох кандидатів в члены ЦВК. Эти предложения не учтені. Тому ми підтримувати цей состав ЦВК не будем. І ми считаємо, що при його формуванні не соблюдається права оппозиції. І раз не соблюдається права оппозиції, наче власть готовитися к выборам, які пройдуть не по самим, скажімо так, мягко, високим демократичним стандартам. В будь-якому, кадрові вопроси знову перекочували с анонсом о голосуванні на следующую пленарну неделю. Екатерина Лысинка, Ксения Барвиненко, Вадим Ревун, Владимир Дедов. Подробности телеканал Интер.